На первом канале. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги, дорогие дети, все те, кто находится сегодня здесь, в этом зале, и все те, кто сегодня смотрят нашу презентацию онлайн. Безусловно, мы всех приветствуем, потому что сегодня музей-заповедники Кижи детска, музей-заповедника детска, уникальная, которую мы ждали очень долго. Мы сегодня презентуем новое пространство детского музейного центра по адресу улицы Федосовой, 19, это чтобы все знали, где мы находимся и куда непременно нужно прийти. И прежде всего, дорогие друзья, прежде чем мы познакомим вас с нашими новыми пространствами, нашими новыми выставками, я хотела бы начать, вы знаете, со слов благодарности. Прежде всего, благодарность Елены Викторовны вам, как руководителю учреждения. Это не просто такой реверанс в сторону директора, а то, что именно руководство, именно в лице директора Елены Викторовны приняло решение, что квартал исторической застройки будет развиваться в интересах детей. И на протяжении вот этих лет эта идея, она воплощается в жизнь и, безусловно, дает свои плоды. И когда-то Елены Викторовны было принято решение, что именно вот это здание детского музейного центра будет принадлежать детям, и оно будет развиваться. Потому что любая традиция, любое хорошее дело без развития, оно безусловно, ну, будем так говорить, наверное, может умереть даже, даже любая хорошая идея без развития. И вот было принято решение, что квартал исторической застройки мы посвящаем детям, и что это здание будет реставрировано, внутренние помещения будут реставрированы в интересах приспособления помещений для деятельности детского музейного центра. Детский музейный центр, безусловно, уже третье десятилетие, безусловно, работает и, конечно же, занимает свое достойное место, получил уважение. Когда-то Людмила Васильевна, безусловно, создавшая детский музейный центр, мы все время вспоминаем, традиция живет, дело ее живет, и повторю, что оно развивается, поэтому, Елена Викторовна, огромное вам спасибо за это принятое решение. Да, это правда. Далее, у Елены Викторовны Павловой, с Еленой Викторовной, было разработана идея с коллегами, что именно это здание будет реставрировано. Здесь откроются эти замечательные выставки, эти пространства, которые мы сегодня вам презентуем. И вот, хочу поблагодарить всех абсолютно. Вы знаете, мы даже сначала начали список составлять, кого поблагодарить, но побоялись, что вдруг кого-то забудем. Поэтому, прежде всего, всем сотрудникам музея огромное-огромное спасибо. Кто-то впрямую, кто-то косвенно, кто-то больше, кто-то меньше, но принял участие в том, что сегодня, вот это событие замечательное сегодня состоялось, и мы практически встаем на новые такие ноги и с новыми перспективами идем, безусловно, в дальнейшую такую хорошую, я думаю, деятельность. И повторю, что во благо наших детей. Безусловно, здесь подготовлена программа, и я хотела бы сейчас передать слово Марине Тойвовне, которая презентует нашу входную зону, эти пространства, ну и далее уже по всем моментам мы пройдем и похвалимся тому, что сегодня здесь находится в этом здании. Пожалуйста, Марина Тойвовна, сюда. Дорогие друзья, у нас сегодня действительно замечательный день. Детский музейный центр открывает двери вот в этом красивом, новом, обновленном музейном пространстве. Да, музей, детскому музейному центру уже 28 лет. Он был создан в 1993 году. И создателем его является Людмила Васильевна Шилова, которая посвятила музейному делу всю свою жизнь. И все программы и проекты детского музейного центра нацелены на познание и детьми, и взрослыми историко-культурного наследия нашего края. Вот это первое пространство, мурзимедийное пространство, в котором мы с вами сейчас находимся, оно как раз и погружает любого, кто сюда приходит, в историю нашего края. Для этого у нас разработана игра путешествия в Зонежье, через которую могут посетители познакомиться с историей заселения нашего края, животным и растительным миром, о том, какие события истории проходили и в Хижах, и в Зонежье в целом. Специально создан мультипликационный фильм «Кижские истории». В такой интересной детской, непосредственной форме мы можем узнать о самых разных событиях, которые проходили и в XVII, XVIII, XIX веках на территории Зонежья. Конечно, традиционные ремесла, пледение, ткачество, вязание сетей, плетение поясов, кузнечное ремесло. Все это в очень доступной, интересной форме можно узнать и познакомиться вот в этом интересном фильме. Здесь есть и записи песен традиционных, но в каждом доме, какой дом в Зонежье был без песен. И сейчас их можно послушать в исполнении фольклорно-этнографического ансамбля нашего музея. Это вот основное, что у нас есть в этой зоне, но это все можно внимательно смотреть, участвовать, играть. Это все интерактивные формы. И далее ваше внимание обращаем на интерьеры, на потолок, который оформлен по мотивам русских былин, русских сказок. Это тоже такой особый раздел, который можно изучать. В интерьерах везде, и в студиях, и во входной зоне присутствует лемех. Вот это деталь, без которой деревянное зодчество не может существовать. Именно такими лемешинками украшали, вернее не украшали, а отделывали гладкие цепей и часовин. И далее у нас здесь созданы студии, вернее помещения для работы в студии. Вот то лебое помещение, в нем располагается музейное агентство. Это агентство работает в детском центре уже второй год. И дети, которые посещают эту студию, они изучают тонкости таких профессий, как реставратор, музейный смотритель, экспозиционер, экскурсовод, хранитель музейных коллекций и многие-многие другие. И если на вопрос, кем ты хочешь стать, кто-то скажет музейным сотрудникам, наверное, это будет исполнение наших желаний. Следующее помещение, оно предназначено для театральной студии. Вот сегодня у нас открывается выставка. Будут последующие выставки. И мы надеемся, что они станут площадкой для постановок, спектаклей, которые будут разворачиваться на этих выставках. Это тоже, в общем, одна из интересных, творческих, активных форм постижения детьми историко-культурного наследия и своеобразия нашего края. И далее, здесь находится музейная мастерская. Здесь тоже в настоящее время работают ребята. Здесь у нас будут проходить мастер-классы, музейные уроки, занятия, работают небольшие выставки детских творческих работ. И если нам очень бы хотелось, чтобы на призыв, а теперь, дети, мы пойдем в музей, дети ответили не унылой тишиной, а чтобы это было встречено криками «Ура!», бурной радостью, тогда мы будем считать, что наша цель достигнута. Ну вот я очень коротко ознакомила вас с нашим пространством, с теми формами работы, которые ждут посетителей детей, в основном, конечно, детей, но и взрослых мы здесь ждем у нас. А сейчас вас приглашаем на открытие новой детской интерактивной выставки. Ура! А где Анна? Да, здравствуйте. Прежде чем мы сейчас перейдем с вами в новое пространство выставки, я хотела бы вам представить куратора Анны Сергеевны Исакова, которая в тандеме с Еремитой Павловой, безусловно, разработана идея этой выставки, ну и ее, в принципе, воплощение. Поэтому я хочу ей передать слово, и пусть она вас приглашает на эту выставку. Благодарю всех, кто пришел на выставку. Надеюсь, что вам всех понравится. Благодарю всех тех, кто помогал. Буквально все сотрудники нашего отдела работали, не покладая рук. И сотрудники других отделов. Ирина Викторовна здесь гневала и ночевала. Не будем долго затягивать. Я приглашаю вас всех на выставку. Экскурсию проведу очень короткую, а потом каждый сможет найти себе на выставке уголок и заняться чем-нибудь там интересным. Но до выставки нас еще ждут приветственные вещи. Пройдем и послушаем. Только покажите, куда люди могут идти. Проходите, пожалуйста, сюда. Сильные морозы и северное сияние нас встречают. Не убегайте себя куда-нибудь, пожалуйста. Посмотрите наверх, вверх. Видите, какой красивый сикар. Все зашли или нет? Да, все. Сейчас спадут морозы сильные. Так что полюбуемся северным сиянием. Я вас всех приветствую на выставке. И мы отправимся с вами в путешествие по сказочной стране, которую называют Еленой. Слышно название нашего острова и вообще этот край чудесный, волшебный похож на нашу любимую карьеру. Мы с вами стоим. Мы можем прерваться. У, Аберита. А я уже не человек стучал. Нет, давайте, коллеги, все-таки мы трепемся. Включите, пожалуйста, свет. Я все-таки не можем не воспользоваться. Я все-таки не хочу предоставить слово Елене Викторовне, которая, безусловно, было бы очень приятно. Выйдите, пожалуйста, вот сюда. И, пожалуйста, да. Там речка вообще. Что, дорогие коллеги, на самом деле, сегодня, наверное, такой исторический момент долгожданный, которого мы с ней с интерпением знали, по которому мы всем многое работали. На самом деле, наверное, в прошлом году когда разбирались полы и все, что я делала, сказала, что, наверное, будет ли это возможно. Но это случилось и возможно, безусловно, потому что, когда есть четкое понимание, что необходимо сделать, когда есть единомышленники, коллеги, любые преграды всегда можно обойти, пройти, преодолеть и действительно достичь вот такого результата. Я, на самом деле, верю в то, что это такое хорошее продолжение нашего начала, о котором уже Марина Торна говорила, 28 лет назад был дан старт. И действительно, вот это пространство, оно будет осваиваться, оно будет и опробироваться, и я думаю, что действительно, дети будут и взрослые, с радостью сюда приходить. Я хочу выразить слова огромной благодарности коллеги всем вам во главе с Ириной Викторовной Николиной. Сегодня, я думаю, что мы обязательно все сделаем звоночек Ирине Викторовне Павловой. Скажем ей огромнейшие слова благодарности, потому что, на самом деле, очень важно, когда вот такой идейный человек стоит во главе и, повторюсь, все всегда преодолеет. И я искренне-искренне всех вас поздравляю. И, конечно, хочу вот эти красивые цветы Анне Сергеевне вручить Анне Сергеевне. Другой. Спасибо большое. Молодец. Да, как же. Учения. Мы все сможем, все преодолеем. И все будет работать просто, как бы, с помощью коллег, потому что, по-другому быть не может. Хочу сказать огромное спасибо Ирине Викторовне Леоникиной. Ирине Викторовне. Спасибо. Спасибо. Ирине Викторовне. И отдельные слова благодарности Наталье Анатолии Архиповой. Наталья Анатолия, спасибо. Я традиционно наношу все это. И на самом деле, коллеги, я просто, как бы, что, наверное, каждый еще должен вот это все осмыслить, подумать, потому что я сама уже тоже сюда практически каждый день заглядывала, что уже происходит, когда же, когда же в этом ожидании. Да и, конечно, хочется, как бы, вот все это пройти, пройти экскурсию, окунуться. Я надеюсь, что мы стоять на месте не будем, мы будем двигаться дальше. Сейчас у нас еще фасад здания, снаружи мы должны его привести в порядок. Дальше у нас дом Лазарева. Я еще хочу пожелать, коллеги, дружите все вместе, вместе сотрудничайте, чтобы у нас кузня заработала обязательно. Надо кузня, чтобы работала, здесь все, как бы, жизнь кипела. Это 100% так. Ну и, конечно, у нас, наверное, следующее, то, что мы все тоже в предвкушении, это уже на острове дом Мошникова, которого мы тоже с нетерпением ждем. Как же там все получится уже, как бы, вот это, наверное, для нас нового, когда мы сами, своими руками практически все это делаем. Поэтому, коллеги, всем, 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 кто причастен, спасибо огромное. Мы очень скромные, но это уже отморкнительные. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, мы еще должны сказать, что, безусловно, в непростых условиях в соответствии с законодательством, но реализовать идею музея нам помогли компании, напомните, Сириус Месибау и бренд-групп Санкт-Петербург и, значит, Москва. Огромное спасибо. И повторю, что, коллеги, уважаемые, всем огромное спасибо. И мы вас непременно, коллеги, в детском музейном центре, в этом здании, в других зданиях, приимут, как дорогих гостей, но за входную плату. Шутка. Пожалуйста, Танечка, вам снова. Давай. Я уже начнула говорить сону по второму разу. Тоже благодарю коллег, соратников, которые помогали, которые помогали с костюмами, с предметами, просто с моральной поддержкой. Это тоже очень важно, всегда услышать теплые слова и добрые. Вот. И, наконец-то, долгожданная выставка открылась. И что меня очень радует, появились здесь дети опять. Не хватало детских голосов, детского смеха. Детский музейный центр, он и работает для детей. И вот, после небольшого перерыва, но продуктивного, мы снова увидели здесь детей. Это прекрасно. Я вас приглашаю всех на небольшую экскурсию. Для того, чтобы услышать голос хозяйки волшебной страны Илты, нужно будет пройти по этому лобиниту, нигде не сбиться и нажать на кнопочку в центре. Тогда вы услышите, как звучит ее голос. После того, как вы пройдете первый штат, можно сделать задание. Здесь на камнях волшебных выполнить все задания и отправиться дальше в путь по нашей волшебной стране. В стране живут три народа. Живут много столетий в мире и согласии. Карелы, русские и вексы. Помогают друг другу. Карелия действительно напоминает наш волшебный край. Мы сейчас с вами отправимся туда, в сторону и окажемся в волшебном лесу. Здесь можно посмотреть, потом заглянете в каждую колонечку и узнать, какие деревья у нас в лесу растут в нашей стране. Можно восемь рога потихонечку вырастать, поиграть вот здесь в игру. Узнать, как выглядит первоздавний лес и что с лесом может сделать человек. И так никогда не поступать. Не лечь в нашу природу. Узнать, какие животные и птицы водятся в лесу нашей волшебной страны. По водным просторам отправиться в путешествие водное на лодку. Узнать как раньше народы нашей волшебной страны ягоды и грибы переросеют. Можно даже по неделе написать дальше. Пойдемте дальше. можно посмотреть как на ландшафт страны повлиял ледник, который нашелся. Да, это ледник. Посмотрите, какие озера появились после того, как в Нижское озеро такое. Да, очень похоже действительно. Изрезанная рековая линия ледника. Ледник. Ледник, да. Можно посмотреть и подвигать. Посмотрите на широкие поля. Ледник там двигают. Возвращайтесь обратно, потом у вас будет время сюда вернуться. Подойдите сюда, пожалуйста. Ребята, у меня полный. здесь можно поиграть в грудь, когда вся сторона была покрыта лесами. Красиво. Ну и, конечно, камнями. Можно везде вернуть, сделать первозданный вид, покрыть все лесами, вырастить. После того, как пришли люди, стали эту землю обрабатывать леса, не на дорогую руку, выкорчивать и засеяли землю маками. Посадили в грудь. Засеяли в грудь. и вы тоже можете здесь так вот сделать, да? Вместо лесов и камней вырастить целое выражение маками. Узнать, злаки у нас выращивают, какие культуры квош, айвоз, ручные. Узнать, какие ремесла были в этой волшебной стране. Прочитать, найти, наберите и нажать на круг. Попробуй, нажми на круг. Подожди. Посмотри. Кончарный мастер, который делал из глины разную посуду. Попробуйте подажимать и обязательно прочитайте много. Что? Сейчас мы отправимся дальше, потом вернем и сюда. Да, эй, эй, как мы выйдем и строим в ней? Узнать, каких домашних животных содержали в нем в этой зерконе. Попробовать сделать не за годы, а за свою изгородность. Попробовать с ней. Изгородность должна была не для того, чтобы гарантизация сей. А для того, чтобы домашний спорт запретал на поля. Вот вы сможете по этой инструкции делать в этой форме. Дальше мы дошли с вами до первого детства. Здесь у нас скалый бель. Подходите сюда. Не, наоборот, наоборот. Не трогайте сюда. Идите ловечки. Слушай, там, ловечка, вот. У нас здесь есть колыбель. Волшебная тоже. И колыбельные песни. Если их покачать, то и загадать желания добрые, можно тоже колыбельные дать. Ну и, конечно, покачать колыбельные Лечь сердца дома отличить в очаге, конечно, дарить. Давайте все приятные желания. Я потом тебе расскажу, ладно? Нет. Ребят, подвиньтесь. Который смотрим. Знать самые важные слова на русском и карельском языках для семьи, для дома, вообще для человека. Знать какие блюда. Они свидетельные. Не рекомендую. Не рекомендую. Не рекомендую. Не рекомендую. Не рекомендую. узнать, какие сокровища раньше хранили в бурочках. Самое главное витаминное сокровище. Потом можно посмотреть, что будет раннейшая и будущая костюм жителей витаминное витаминное как университет, витаминное 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 слое на улице. Обратите внимание, у нас есть полотенце, полотенце, украшенная душа. В нашей стране волшебный какой день выпадал? Первый снег по народному календарю, как называют, напалка нам в календаре, правильно? Вот, загорел, действительно, первый снег, выпадал на макро, 4-й в календаре. Можете сами попробовать и узнать побольше про другие праздники. Ну что, я хочу вас поблагодарить за внимание, сейчас мы вам все еще, в проекте, все посмотрели, все изучили, и прийти еще раз, чтобы увидеть то, что еще не увидели. Подробно, да, все идем по работе.